В сене идёт к Олегу Алексеевичу и к Сергею Гулевичу, трейсеровщику. И вот так и идёт к нам. Выволок. Травку. Нас спину закидывает. Она уже, видите, ей нужны игрушки. То есть она уже, вон ей принесут покрышки. Они любят играться с покрышками. Пошла обследовать дальние углы. Будет сейчас пробовать. Мне всё время кажется, что она доберётся всё-таки хоботом до этой красивой растяжки со слонами. И мы с ней попрощаемся со стяжкой. Но как красиво она ходит на фоне. Она уже обследовала Джене весь вольер. Уже даже сходила в туалет. Она понимает, что куда заходить, куда выходить. И понимает, что так же должна выйти Магда. Зовёт. А Сергей рассказывает Олегу Алексеевичу все тонкости про этих слонов. Все ей зовёт. Яблочки. Умничка. 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 Мы его взяли. от жене и и реабилитация релаксация будет очень много в ней будущего фактор они и должны вот так работать по чуть-чуть чтоб не забывали и отдыхать ведь она спокойно идет коллегу алексеевичу и он пытается с ней общаться как так то так они переговариваются друг с другом сегодня не очень много людей вот друзья все заняли возле вольера со слонами эффект конечно потрясающе такой достойный вольер голубое небо воздух любимый дрессировщик рядом вчера ребята гулевичи рассказывали что они как с детьми с ними я видела друзья очень много подпишитесь пожалуйста кому нравится магда и дженни на инстаграм у них есть инстаграм есть мама слонов называется инстаграм и папа слонов два инстаграма там есть удивительные видео у ребят маленький ребенок максу два года и он вырос с этими слонихами два года они вместе купались они вместе они даже он спал даже на этих слонихах то есть но абсолютно уникальные и удивительные видео я такого честно потому что просто я была под таким впечатлением них тысячи видео с этим мальчиком на море эти слонихи как раз таки магда она более такая несерьезная дама а дженни он фактически вот в с дженни он ходил у неё вот она лапы убирала на тоже хвост такой один к убирала чтобы не дай бог даже волосинку вот волосинка чтобы даже не коснулась ребята расскажешь это было чудо они общения в двадцать три года у них не было ни одного отпуска люди аплодируют так нравится больше двух дней слоновий футбол так нужно искать куда летелось мне кажется им нужен огромный мяч но такое они же ногами становятся такой который они могли бы раздавить опять с половиной тонн веса это его подопечные его готовили несколько лет и